Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Аминь. Откровение 3 глава, 3 стих. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебе толкование. И напоминает Христос, вспомни, что ты принял и слышал. Вспомни день своего обращения, день покаяния и крещения. Вспомни, как ты слышал евангельскую проповедь, как ты слышал голос Духа Святого в сердце своем, зовущий оставить мертвые дела этого мира, вознестись душой к небу. Вспомни ту дивную благодать, которую ты принял в святом крещении, все, что принял в церкви от Бога. Вспомни, и ты, пастырь, что ты принял, когда принимал паству, принимал служение тебе Богом данное, что ты слышал при этом, что тебе говорилось, как ты должен управлять в Доме Божием. Вспомни все это и храни. Храни, как залог своего спасения. В крещении всем одинаково преподается благодать, но только не все хранят потом этот драгоценный дар мира небесного. Разливают, растрачивают, остаются совершенно пустыми. Тела и души сии, сосуды божественной благодати, также не сохранили неоскверненными. Некогда было хранить, сердце прилепилось к земному. Надо было хранить вазы хрустальные, золото, почитаемое в миру имя. И вопрошает Господь, а как ты, пастырь, хранишь тебя, Богом данную паству? Дремлешь? Расточаешь? Дремлешь? Господь призывал хранить все принятое, все слышанное из Писания. Но ты не хранил, поэтому и покайся. В том, что уже духовно мертв. В том, что ты не хранил тебе данное. В том, что не только не пресек болезнь в корне, но и близкое к смерти не утверждаешь. Теперь же во всем этом покайся. Не думай, что теперь сохранишь то, чего не сохранил раньше, если не покаешься. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Спит беззаботный. Внезапно и неожиданно приходит вор. Так и Христос найдет на тебя неожиданно. Предстанет перед тобою, прежде расхитив твое имущество, которое от него ты некогда и получил. Что скажешь ему тогда, сонный? Господи, не дай же задремать этим сном. Еще не скажешь. Видно, что человек страдает, переживает и подвигает к лучшему в страхе Божьем. Написано. Вот почему этот материал апокалипсиса мне больше всего нравится. Откровение 3 глава 4 стих. Впрочем... Мир всем приходящим на наш канал. Вот так. Откровение 3 глава 4 стих. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежды своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Толкование. Сардиское. Единственная церковь, где Господь сначала обличает, потом дает похвалу. Если предыдущий говорил, есть у тебя там держащийся неверного, то этому пастору напротив, есть у тебя несколько человек не осквернившихся, массы мертвых, есть там несколько человек живых. Такова картина и нашего времени. Не нам ли это говорит Христос? А с другой стороны, слава Богу, что во все времена и во всех церквях были и есть эти отличные от большинства несколько человек. Хранит их Господь. Иные, будучи обличены в грехе, отвечают, да все грешные. Нет, не все. Не равняй всех по себе. Есть, говорит Христос, несколько человек, которые не оскверили одежду их сонливостью, пустым и менее без живой веры. Нет, имена этих нескольких не пустой звук. В них жизнь, любовь, служение. Они бодрствуют. Но как жалко, что их всего несколько. И вот они будут ходить со мной в белых одеждах, в земной жизни, хранившие полученную в крещении белую одежду, о которой сказано. Он облег меня в ризы спасения. Одежду и правду одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством. Исайя 61 глава, 10 стих. На жениха возложил венец, но никак венчают сегодня над женихом, над невестой держат. Тут и доказательства. Вот обман на каждом шагу. Ни одно таинство сегодня в церкви правильно не совершается. Крещение, чуть-чуть лоб, помочь только, а католика вообще для капли стоит на берегу. Но извращено все. Исповедь, а исповедь так только. Для виду исповедь. Общее махнул и Петрохилю. Покаяние. Какое не возьми таинство. Рукоположение до 30 лет сплошь рукополагает, не проверяет. Если он после крещения уже смесился с чужой женщиной, не сохранил себя, кандидатура снимается навсегда. Если он женится после крещения на той, которая не девственница, не имеет права он быть священником. Если женился на девственнице, но артистка не имеет права быть священником. Это правило, которое на виду, на плаву, все подряд нарушается. Сегодня в церкви лютые волки. Все, которые нарушают каноны церкви. Прямые указания Господни. И они в вечности со Христом будут ходить в этих белых одеждах, в ризах спасения и правды, ибо они достойны. Как достойны? Неужели есть люди, достойные Бога? По своей греховной природе никто не достоин, ибо Бог даже в ангелах своих усматривает недостатки. Иов 4 глава 18 стих. Но удостаивает Бог омывшихся и хранящих свои одежды неоскверненными. Этих у достойных белых одежд божественные хоры бесплотных ангелов на небесах поют. Аксиус. Достойны ризы спасения. Достойны ходить в одежде сей с самим Христом. Аксиус, Аксиус, Аксиус. Дальше? Да. Откровение 3 глава 5 стих. Побеждающий облечется в белой одежде, и не изглаживай имени его из книги жизни. И исповедуй имя его перед отцем моим и пред ангелом его. Вот Аксиус кричат по-гречески достоин, достоин, когда рукополагает. А если в это время хоть кто-то крикнет «Ан Аксиус» не достоин, должны прекратить рукоположение и разобраться. В чем дело? А сейчас были такие, пришли братья там, кричали какого-то, архиерея Петра зарубежной церкви ставили, но не взяли это на себя. Их еще схватили, скрутили, говорят, выбросили там и прочее. Аня знает, что он не имеет права быть. Это они должны доказывать, не я. Такое таинство, оно прекращается. Недостоинно. Допустим, причащает, человек подходит, руки сложил, а кто-то вышел и сказал, ну, не крещеный, с улицы, не крещеный. И поп должен остановиться. Что же я делал? Это безумие на каждом шагу. Приехал у меня архимандрит один. Архимандрит. И вот говорит, я племянника покрестил. Я говорю, верующий был. Да какой он верующий? Да каждый крестил его. Ну, а как же не крещеный помрет и отпевать нельзя? Ну, и как? Ну, как говорит? Он говорит, а сколько это будет? Ну, я ему сказал, ну, сколько? Минут десять-то будет крещение-то? Он вот так вот, папирос, давай. То, что промежуток между первой папиросой и там последней, не больше десяти минут, ему не удержать. А это бесноватый. Дьявол делает так, что человек делается заложником от этого дыма, разложения вещества на дым. Он в дыму, дьявол, купается. И он его крестит. И крестил его? Да, крестил. Теперь крещеный уже. Вышел он тут, поднял папиросу, который бросил некрещеный, он ее докурил, уже крещеный. Что-нибудь изменилось? Да нет. От трех до пяти лет надо подготовку вести. Нету ничего. Ничего нет. Один обман. Попы – это фальшивые монеты. И они посылают к Богу пустые мешки. Запечатаны, но ничего там нет. Это прямо введение такое было. У нас в материале к истинному православию, книга, к истинному крещению, там это говорится. Вот какое. И зато можно это все увидеть. Дальше. Толкование. Тройное обетование дается побеждающему, воспрянувшему от сардийского сна и сонливости, бодрствующему, имеющему живую, а не мертвую веру, укрепляющему слабых в вере. Во-первых, обличется белой одеждой. Смотрите, третьей четвертости. Во-вторых, не изглажив имени его из книги жизни. На протяжении всего писания перед нами предстоит некая таинственная книга жизни. О ней мы читаем Исход 32 глава 32 стих, Псалом 62, 29, Исайя 4 глава 3 стих, Даниил 12 глава 1 стих, Луки 10 глава 20 стих, Филиппийцам 4 глава 3 стих, Откровение 3 глава 5 стих, Откровение 13 глава 8 стих, Откровение 20 глава 12 стих и 15, Откровение 21 глава 27 стих. Книга эта на небесах. Она книга Бога и Христа Ангца. В ней Бог вписывает имена живых, имеющих наследовать спасение, жительство в небесном Иерусалиме. Не вписанный в эту книгу был брошен в гену огненную. По ней и будет совершаться страшный суд. И на земле при Антихристе только вписанный в эту книгу жизни не поклонятся ему и не примут его печати. Уже сейчас бывает великая радость и упование у вписанных в эту книгу. Но даже уже вписанное в эту книгу имя может изгладиться. Если человек оставляет Господа и предается греху, записанным в эту книгу сам Христос велит радоваться. Имеем мы и два непостижимых примера самоотверженности, когда Моисей и апостол Павел готовы были ради своего народа и сами быть изглажены из этой книги. Но на то нет воли Божией. Только один, сам Господь Иисус Христос был оставлен Богом на кресте ради других, ради нас, грешных людей. Человек же повторить этот подвиг не может. Об этом просил Серафим Саровский. Лучше меня, убогого Серафима, Господи, Выширкине. Я знаю, три человека в мировой истории, которые просили, не зная, чего просили. Это, ну, просто они не знали. Они не испытали этой богооставленности и быть брошенным в ад в огонь. Поэтому разговор шел от незнания. И вот было в Сардисе две группы людей. Одни на земле носили имя, будто живы, а на самом деле имена их изглажены из книги жизни. И были они мертвы. Этих большинство. Но было там в Сардисе несколько человек, которые не будто живы, а на самом деле живы. Имена их сам Христос обещал не изгладить из своей книги. Когда вписывается имя человека в книгу жизни, когда вписывается имя человека в книгу жизни, в крещение, когда истребляется Христом бывшее против нас рукописание. И со воскресаем с ним, становимся живы, были, мертвы и оживаем. В колоссийном, 2 глава 12 по 15 стих, Евангелие от Луки, 15 глава 32 стих. Поэтому в крещении нарекается человеку новое имя, священное. И третье обетование. Исповедуй имя его перед Отцем Моим и пред ангелами его. Предстает клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Откровение 12 глава 10 стих. Но вот предстает Агнец Божий, Христос. Он пронзенную рукой указывает, что рукописание то в руках клеветника разодранное. Эти люди в крещении и жизни сораспялись Христу. И гвозди, разодравшие при чистой руке Спасителя, разодрали бывшее против нас рукописание. Эти люди свидетельствовали перед людьми Христе. И вот Он свидетельствует о них перед Отцом Своим и ангелами. Матфея 10 глава 32 стих. Нет, не осудит их Бог, не вернут их ангел в огонь неугасимый. Они перед земными исповедовали Небесного. А теперь перед Небесными будут исповеданы земные. Дальше. Откровение 3 глава 6 по 8 стих. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорится к вам. И ангелу филадельфийской церкви напиши. Так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Толкование. В филадельфийской церкви, как и смирской, у Христа нет никакого упрека. Смирская церковь, церковь гонимая, очищенная страданиями. Филадельфийская, церковь своей немощи, искренне служащая Богу, и им обильно укрепляемая. Ей предстает Христос как святый. Он свят, и нет в нем никакого греха. Он свят, велик и страшен, как Бог. Он единственный святой и безгрешный в роде человеческом. О нем церковь неумолчно воспевает на божественной литургии. Един свят, един Господь Иисус Христос. Во славу Бога Отца. Аминь. Он сам сказал о себе, я есть истина. Иван Галиатяна, 14 глава, 6 стих. Не только в Боге всякая истина, но Он Сам истинный и есть. Христос и истина тождественны. Интересно, что этим логическим словом истина сближается с глаголом есть. Истина. Так что истина, подчеркивает отец Павел Флоринский, согласно русскому о ней разумению, закрепила себе понятие абсолютной реальности. Истина сущая, подлинно существующая, в отличие от Нима, недействительного бывшего Павла Флоринский, Флоринский столб и утверждение истины. 1914 страница 15-16 Он истина и Он истины, а потом всякая истина ведет к Богу. Это ложь нашего века, что наука истина опререгает Бога. Только ложная наука может противоречить христианству. Полузнание уводит от Бога, знание ведет к Нему, истина ведет к истинному, а истинный Христос. Но гордость и числа ее века не познает этого. Это познает немощь и смирение филадельфийцев. Желайте познать истину, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренно дает благодать. 1 Петра 5 глава 5 стих. Гордость ума уводит от истины, страх Господень начало премудрости. Отвергающий Христа ученый века сего, вы проходите все классы и степени познания, но еще и не начинали познавать премудрость, истинность сущей, а сущий Христос. Вы еще не успеваете родить мысль, как уже рождается опровергающий ее. О подобных вам Писание говорит, как всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. 2 Тимофея 3.7 Также премудрость истина. В церкви Всевышнего она откроет уста свои и перед воинством его будет прославлять себя. Я вышла из уст Всевышнего и подобно облаку покрыла землю. Я поставила скинь ее на высоте и престол мой столпе облачном. Я одна обошла круг небесный и ходила во глубине бездны, в волнах моря и по всей земле и во всяком народе и племени и милое владение. Между всеми ими искала я успокоения и в чем наследие его дворица мне. Тогда Сознатель всех повелел мне и произведший меня предвещенного рождения логоса от Отца указал мне покойное жилище и сказал поселись в Якове и прими наследие в Израиле. Сирахова 24 глава со 2 по 9 стих. Так истина Христос поселяется не в народах, не в мирских академиях, а в Израиле. В церкви является смиренным и немощным филадельфийцем. Имея в себе Христа, церковь становится столбом и утверждением истины. 1 Тимофея 3 глава 15 Здесь недостойного и преступного вождя Израиля. За многие грехи низлагает с него Бог Диадему и венец и говорит, что больше никому не даст он, доколе не придет тот, кому принадлежит он. Изакийев 21 глава 24 по 27 стих. Законодатель не отходит от чрез Иуды и после Седекии Бытие 49 глава 10 стих. Но Богом венчанного царства нет. И вот рождается сын Давидов Христос и ему дается ключ этого царства. Он сын человеческий и имеет теперь ключ Давидов ключ царства. Им основано Он царь и управляет теперь миром. Он и божественный ключик отворяющий и затворяющий всякую дверь в этом мире. В некоторых древних списках Апокалипсиса вместо слова Давидов стоит Адов. Этим означает власть Христа над Адом и смертью. Откровение 1 глава 18 стих. Он имеет ключи Ада и смерти. Он тот кто может и душу и тело погубить в геене. Матфея 10 глава 28 стих. У него же ключи Царства Небесного, ключи неба и земли, о которых он говорит апостолу Петру. Матфея 16 глава 19 стих. И вверяет их ему и его сопастырем 1 Петра 1 глава. Читая об этом капитальный труд профессора отца Павла Флоренского «Стул и утверждение истины». С другой стороны через ключ открывается сокровенное и таинственное. Давиду был дан ключ Духа Святого, который отомкнул его уста и стал сласкозвучным псалмопевцем в церкви. Дух которым помазан был Давид открывал ему глубины тайн Божьих вещал через него о Христе. И вот пришел Христос как человек помазанный всей полнотой Духа Святого которому передан ключ Давидов. Этот ключ он имеет в полноте ибо помазан более соучастника своих. Псалом 44 8 стих. А как Сын Божий он единосущен Духу Святому и имеет его как единосущный. Посылает его в мир. Ивангелие Атиана 16 глава 17 стих. Как приготовивший ему путь ибо омыл мир своей кровью. Ключи в руках Христа все в его руках. Это часто проявляется в жизни. Там где Христос отмыкает двери евангельской проповеди двери храмов для богослужений там никакое буйство врагов не может их затворить. Но где Христос затворяет там даже все усилия и страдания христиан не могут отворить двери. На все воля Божия и ключ в руках Христа. Так будет и на страшном суде. Никто не попадет ни на небо ни в ад если дверь туда не откроет Христос. Когда Христос затворит двери неба то напрасно будут стучать в них неразумные девы. Матфея 25 глава с 10 по 12 стих. Как учащительно было для любящих Христа но не имевших много силы филадельфийцев видеть что ключ Давидов в его руках. И Господь говорит им зная твои дела вот я отворил перед тобой дверь и никто не может затворить ее ты немного имеешь силы. Это христиане не отличавшиеся особыми великими дарованиями они немного имели силы но Христос как некогда Павлу как бы говорит им сила моя совершается в немощи 2 коринфян 12 глава 9 стих в немощах человеческих проявляется сила Божия ты сам человек ничего не можешь ибо мало имеешь силы но я отворяю перед тобой дверь и кто тогда затворит тогда и увидят люди что с тобой Бог ибо иначе стали бы приписывать это твои силы и твои мудрости да и сам человек начинает иногда себе приписать то что по милости Господне получил от него потому и говорит Христос довольна для тебя благодати моей ибо сила моя совершается в немощи довольна вам того что имеете и при ваших успехах филадельфийцы не думайте что заслуга ваша вы немного имели силы и двери перед вами открыл я Христос почему Христос столь милостиво относится филадельфийцам христианам потому что они несмотря на свою малую силу имеют свидетельство от Христа сохранил слово мое и не отрекся имени моего этого Христос ждет от детей своих часто говорят а мы немощны нет у нас дарований грамоты не особых дарований ждет от нас Христос а соблюдение и сохранение слов своих и верности будем верны Христу и нам немощным он широко распахнет двери своей благодати откровение 3 глава 9 стих вот я сделаю что из сатанинского сборища из тех которые говорят о себе что они иудеи но не суть таковой а лгут вот я сделаю то что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают что я возлюбил тебя толкование удивительно видим здесь обычно слабый идет на поклон сильному и вот Христос говорит что к слабым и немощным филодельфийцам имеющим немного силы и могущим рассчитывать не только на поклонение но даже на извинение за причиненные обиды к ним придут на поклон ослепленные своей силой не приходят поклоняться слабым но приведет их Господь я сделаю говорит он сам не придешь приведет Христос сам не сделаешь это сделает он кто же придет на поклон придут из сатанинского сборища об этих лжи иудеев уже говорилось откровение 2 глава 9 стих гордо смотрит такой иудей на племена иные на ересь назарейскую нет не думать синагога поклоняться церкви не думать сатанинское сборище масонов поклоняться тем в ком видят только животных с человеческими лицами но что они хотят сделать сами то сделает Христос и делают уже ведь приходят же из евреев к Христу и искренне принимают его так было такое движение в конце 19 века Бессарабии когда евреи приняли Христа еще до ныне есть евреи в России потомки выкрестов так называли крещеных евреев и было большое событие когда евреи попросили христианских патриархов снять с них клятвы наложенные на них церковью это действительно уже поклон перед ногами филеодельфийцев особенно совершится это в последнее время когда евреи возведя на престол Антихриста увидят что обмануты им и обратятся все ко Христу поклонятся его последователям как и апостол Павел о том пишет что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени пока войдет полное число язычников и так весь Израиль спасется как написано придет от всего на избавитель и отвратить нечестие от Якова послание Римлянам 11 глава 25 по 26 стих тогда придет пророк Илья чтобы утешить утешить гнев Божий прежде нежели обратиться он в ярость на страшном суде обратить сердце отца к сыну и восстановить колено Якова Сирахо 48 глава 10 стих отец синагога иудеи обратятся тогда к сыну которого породили к церкви христианской так спасен будет остаток Израилев но для своего спасения они должны смириться и поклониться перед теми кого тысячелетиями презирали перед христианами отец должен будет обратить сердце свое к сыну и поклониться перед ногами его и познать что Я возлюбил тебя они должны будут познать что давно уже известно честь причистую Деву и Флееми Христос входит в мир говорит жертвы приношения ты не восхотел Евреям 10 глава и любовь Божия изливается теперь не на приносящих ветхие жертвы она приобщившаяся жертвой Христа теперь избранница Божия Церковь она его возлюбленная и давно обращен к ней лик Христа он возлюбил эту дикую маслину привитую к природной возлюбил невесту свою искупленную о радость искупленной души ощущающая на себе любовь Христа Откровение 3 глава 10 стих и как ты сохранил слово терпения моего то я сохраню тебя от годины искушений которое придет на всю вселенную чтобы испытать живущих на земле Толкование открыл Господь дверь феатирцам но более еще обещает и как ты сохранил слово терпения моего не роптал и будучи немощен свято хранил слово Господне терпел в искушениях и не переставал ждать Христа многие говорят где же пришествие Христа проходит поколение за поколением а его нет филеодельфийцы так так не мыслили но хранили слово терпения Христова не медлит Господь исполнение обетования как некоторые почитают то медленнее но долго терпит нас не желая чтобы кто погиб но чтобы все пришли к покаянию 2 Петра 3 глава 9 стих то и я сохраню тебя то есть тех кто сохранили слово о терпении его и он Христос сохранит от годины искушения которая придет на всю вселенную эта година еще придет ее не было при первых христианах здесь Господь говорит о великой скорби которая будет при антихристе если раньше все искушения скорби голод эпидемии войны охватывали только какие-то места народы то в последнее время скорб охватит всю вселенную примет всемирный характер здесь мы видим и особую силу пророчества как могли люди первого века при средствах того времени предполагать например войну всемирного масштаба разве можно мечом и копьем устроить войну на всей земле нет ныне же мы видим при современных средствах что многие явления быстро приобретают всемирный характер воистину уже дважды при двух мировых войнах находила находила година искушения на всю землю все это предвестники великой скорби антихристовой надлежащей еще быть говорит господь я сохраню тебя от годины искушения многие сектанты это объясняют так что господь не введет истинных христиан великую скорбь но восхитит на небо перед воцарением антихриста такое понимание слов христа является ошибочным ветхозаветным видящим в страдании наказаний чтивых а в избавлении от них и наделения обильными земными благами награду праведных новозаветное понимание иное христиане не ищут избавления от искушений и страданий они только молят Бога чтобы он их в этих страданиях сохранил сохраниться от годины искушения христианин думает не через освобождение от нее а через сохранение себя в ней святости и непорочности через хранение своей верности Христу христиане знают что пострадают некоторые из разумных для испытания их очищение и для убеления в последнем времени Даниил 11 глава 3 стих они знают что страдающие плотью перестают грешить 1 Петра 4 глава 1 стих страдания путь к небу церковь войдет в великую скорбь но будет сохранена в ней отпадение година означает что недолго это будет 3,5 года великое гонение и бедствие по всей земле по всей вселенной какого не было еще от сотворения мира но говорит Христос не бойся я сохраню тебя от этой годины разрушен будет последний храм отнято будет слово Божие Амос 8 глава 12 стих благодать от среды 2 Фессалликинсом 2 глава 7 стих но я с тобой церковь я сохраню твоих верных послана эта скорбь будет еще не для суда но чтобы испытать живущих на земле это будет последнее испытание человечества откровение 3 глава 11 стих си гряду скоро держи что имеешь дабы кто не восхитил венца твоего толкования говорит Господь си гряду скоро гряду скоро когда придет это искушение это скорбь то близко и мое пришествие не унывай си гряду скоро близко Христос при дверях и тем сильнее звучит его призыв держи что имеешь дабы кто не восхитил христиане увенчиваются славой 1 Петра 4 глава правдою 2 Тимофея 4 глава 2 стих и жизнью откровение 2 глава 10 стих этот тройной венец готовится на небе христианам но этот венец очень легко потерять развенчанный князь века сего обольститель сатана древний зми желает восхитить у христиана этот чудный венец забрать его потому и говорит Христос держи не предавайся беспечности и даже не храни его только но держи держи всеми силами чтобы не утерять еще прочитай ну можно все сказать все сегодня хорошо у нас идет запись помещаю себе где я как всегда покажу наше сокровище сюда подойдешь плотную мы приглашаем всех на то что имеем это пиршество это вот Новый Завет нами изданный трехтумник по 752 странице полное толкование блаженного фефилакта который до откровения и откровения по всем святым отцам вот оно как выглядит а это у нас наш форум сайт православный библейский сайт вот здесь 4124 ответа по темам 55 тем очень удобно искать молитва буква я нажал только ее молитва все она открывает сейчас все вопросы вот какие у нас вопросы здесь читай как можно развить память ибо она у меня очень плохая можно ли исправить ее молитвой вот ответ второй том вопрос 848 и так вот вопросы тут это в университетах мне задавали вопросы я был в занятии а я плохо слышу мне как раз то что надо это бумажка я там отвечал а потом более подробно здесь ответил вот если мы здесь 50 книг аудио 50 книг вот на сайте а внизу написано вот не внизу а вверху пониже православный форум Игнатия Лапкина но если заявляете Игнатия Лапкина одно слово сайт и сайт будет сайт форум за сайте на форум придете вот форум на него если толкнуть туда и сразу открывается вот он православный форум Игнатия Лапкина Это 1444 темы Материал здесь Огромнейший На форумах, как правило, спорят У меня за целый месяц ни одного спорного вопроса нет Ну а каждый день приходит С сайта, какой маленький Сказать, это форум 220 человек, вот вчера было Сегодня даже можно посмотреть Сколько пришло Вот оно где дается Вот Вчера 288 было Сегодня 64 Ну вот полдесятого утра Сегодня у нас 18 октября 2013 года Вот разбойник везде лазит Ему трех месяцев нету его Видишь, что творит Ищет мышей Вот Дальше у нас очень Большой материал Вот канал православный, видеоканал Открытым оком, о свете Библии Вот он где Это почти тысяча роликов Больших роликов Это наши занятия Миссионерская работа Вот сегодня меня спрашивают Ну а вот Как вот миссионер Мы учимся Как это вот Ну понимаете, что Я просто на деле Хочу показать Как Вот вопросы Игнатия Тихоновича На которые люди ждут ответа Ну вот этот вопрос задан был Я сейчас покажу Как это идет работа Это только сегодня Это вышли из печати Нашей книги Все это показано И вот И вот Все человек Говорит Ярослав Плотников Здравствуйте, Игнатий Я студент Семинарии Пишу работу Связанную с современным состоянием Катехизации В РПЦ Отчасти знаком с вашими Трудами Но, к сожалению Не с первоисточников Хотелось бы попросить вас Прислать ваши труды Касающиеся данной тематики Спасибо А другая Ирина Тут спрашивает Место писания Вот объяснить Притча 2.20 Прокомментировать Вот я отвечаю Войдите на наш сайт И вот сюда И все книги будут у вас Вот она Положение в современном Состоянии Катехизации в РПЦ Никакое И не изменится К лучшему Никогда-никогда Во веки веком Нет предпосылок даже Но искусственно Сделаны за тысячелетия Мощнейшие завалы Афронских мудрецов На вершинах гор Чем и заразили Русь Зачем? Какая огласительная Миссионерская работа Когда достаточно Щеток и послушания А вам Вопрос почти праздный Если же будете настаивать Чтобы перенять опыт И работу свою И сделать Евангельски продуктивной Цельной Ни гнилой Ни для виду Тогда вам придется Встать на путь Страдание От волков лютых Ибо я знаю Что под шестью мое Войдут к вам Лютые волки Не щадящие стадо Из вас самих Восстанут люди Которые будут говорить Превратно Добавлечь учеников За собой Вот ответ Следующий Это Ирине Она говорит Один стих Объясните Я говорю Не один Тут три стиха Что именно комментировать? Выделенные Заглавным шрифтом Слова Или еще что? Нужно более четко Выстречивать Конкретизировать Направление Мысли в вопросе Если я так понял Правильно Чтобы по заглавным буквам Держать ориентир То тут толковать Вовсе даже нечего Нужно принять это И утешиться Когда увидишь Видишь Что в жизни Это вовсе уж не так Как тут сказано Толкование Находим у блаженного Фефилакта На следующие слова Иисуса Христа Блаженный кроткий Ибо они наследуют землю Теперь что говорит Блаженный Фефилакт Некоторые под землей Разумеют землю Только духовную То есть небо Но ты разумеешь И сию землю Кроткий Посчитается Презренными и бедными А он напротив говорит Что они-то особенно Имеют все Вот я показал Как именно Идет работа На форуме Спора вообще Никакого нету Почему Тут достаточно все Как говорят Это малый Сайт Может быть Очень богатый материал У нас Вот На Майл.ру Более 1100 роликов Только здесь 1004 фотографии Вот У нас еще Кроме того Что канал открытый Жизнь православная Это живой журнал Ну вот все Что я хотел показать Пока на этом Я буду заниматься Своим делом Сегодня опять Сейчас посмотрю Что тут Пришли Своим делом И снова Своим делом И снова Ну ладно, адреса надо, я их сейчас на принтере выведу.